добрый вечер превентивно хочу сразу поинтересоваться есть ли вопрос или группа вопросов которые вам задают чаще всего по жизни я имею ввиду не последнее время а вообще в принципе ну как я не готов да к этому хорошо есть такой вопрос который вам запомнился журналистик когда-нибудь удивил слушать а зачем мне для того чтобы случайно не задать тот вопрос который вас раздражает или не попасть на когда даже очень интересно вы знаете что мне интересно я помню ваш рассказ о том что вас привлекает вашей профессии я имею ввиду вашу ипостаси актерскую когда мы на сцене что вы ощущаете владение залом ощущаете себя в общем как бы вот повелителем душ внимающий вас значит ли это что те люди которые у которых нет этого рецептора которые не воспринимают вообще театр а есть такие поверьте мне люди которые они уходят таких большинство да и не чувствуют вот эту маму магию вот этого что эти люди для вас просто не существует нет они существуют конечно я вообще как-то к людям привык относиться с уважением но это недостаток в вашей системе координат вот отсутствие человек этого рецептора во первых я не думаю что это отсутствие рецептора я думаю что это отсутствие культуры которые толкает человека прийти в театр а рецептор то у него есть он просто сам про это не знает я был совершенно уверен что если сильно сильный спектакль сделан сильный спектакль то абсолютное большинство людей подвластно этой магии просто совершенно не абсолютное большинство людей ходит театр ну просто их так так сказать их воспитание так сложилось что это миновала их жизненный опыт и они не знают что это такое и не хотят с какого-то момента уже и знать а это не за что них рецепторов нет я думаю что любой человек нормальный нормальный здоровый вообще так сказать такой вполне похоже на многих других попав в театр и попав на сильный какой-то мощный спектакль обязательно этому по поддастся этому воздействию хорошо вот в репертуаре вашего театра что вы назвали вот представьте себе что из человек который никогда не было его надо просто сразить покорить и убить что это будет тогда вы меня как художественного руководителя за этими вопрос какой у такой лучше а какой хуже ну я вы знаете ответить на этот вопрос потому что это я я знаю этот ответ что это как дети что нельзя сказать что кто-то хуже кто тут же как его умные люди попадаются то все время подду до меня мне даже прямо обидно это я вам говорил действительно я вам скажу я могу понять только вот вот для меня там скажем довольно понятно очередность вот если человек никогда не был в театре до вот что я ему там посоветую прежде всего вот я ему посоветую там сначала вот одно потом другой потом третье вы хотите название ну вот я это чисто прикладное хочу вот сейчас я назову и для большинства ваших зрителей вот этого как канала уважаемого это ничего не скажет потому что они не были на на этих названиях вы хотите чтобы я занялся рекламой давайте с чем и почему хорошо хорошо я бы советовал им прийти на лекарь по неволе мольера где играют три артиста всего все роли играют три артиста это такой спектакль реверанс в сторону аркадия райкина вот в сторону его так сказать ноу-хау такого этих мгновенных перевоплощений когда которые раньше он которыми просто удивлял всех зрителей всех любителей театра когда он один играл массу роли одновременно вот в одной миниатюре в одной песке небольшой появляясь из разных дверей так сказать в разных видах в разных костюмах но дело не в этом а в разных образах вот что было а мы пытаемся этот способ разработать в преподавании уже методологии так сказать в методологии актерского дела и наших молодых артистов уже воспитать в определенном умение и любви вот к таким мгновенным перевоплощением вот этот спектакль сделан по этим принципам это большое количество удивлений для взрослых зрителей то есть это как бы такой детский спектакль для взрослых там взрослая публика сидит но ведут они себя как дети в результате потому что они открывают рот от таких наивных чудес театральных потому что когда артист уходит направо в одном виде и через секунду появляется слева по идее по физическим законам не имея возможности успеть а еще он совершенно в другом образе появляется в другой одежде то это рождает во взрослом человеке вот некое отвисание челюсти и растопыренное дурашливое лицо и через три-четыре секунды он разгадывает как это сделано но три-четыре секунды полного детского обалдения очень дорого стоит вот ради этого такой метаморфозы который которая заключается в том что умный человек серьезный современный взрослый превращается в дурашлёпа такого божественного детского вот ради этого собственно сделан спектакль вот это я бы с этого начал вы сказали что упомянули молодых актеров я знаю что вы не принимаете совершенно такое топливо как алкоголь что вы категорически нет я я принимаю после спектакля запросто до работы во время работы вместо работы да ну ведь на самом деле есть же разные темпераменты разные люди вы исключаете что к темпераменту не имеет никакого отношения это имеет отношение только к безобразию и к абсолютному унижению и попранию основ этой профессии хорошо иногда чеку надо перед тем как выйти на сцену не надо снять не пытайте меня вы от другого ответа от меня не услышите нет не надо не вас абсолютно не нужно и преступно это так сказать совершать перед работой или во время тем более это это чудовищная практика порочная которая настоящими профессионалами преследуется и карается жестоко и безоговорочно и так сказать не подлежит никаким другим вообще обсуждением на это вы легко заводитесь ну потому что знаете у нас ведь надо в нашей стране совсем не обязательно этому потворствовать а нужно хотя бы даже просто с этим если не бороться это обязательно расцветет а я борюсь с этим вот тогда этого может не быть вообще вот как у меня этого театре этого нет если что-то кто-то я унюхиваю или учу его и что это происходит я сразу чеком расстаюсь независимо от того кто он какие у него до этого были заслуги все для меня это невозможно это кстати традиция аркадий райкина это да 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 это это было это было это было безоговорочно при папе и это совершенно вот это может быть то что я у нас лету бережно сохраняют хорошо а скажите вот как вы тогда относитесь человек который вот так категорично высказывается то что нужно что-то ограничивать что запрете как вы запретом законодательным относитесь например вы знаете что приняты нормы по которым нельзя демонстрировать в кино употребление никотина и что цензуируется даже уже я плохо к этому отношусь а к этому вы относитесь плохо какого рода запретом да потому что искусство прежде всего главная функция это отражать жизнь понимаете да какая жизнь таков и экран такова и сцена нечего на зеркало пенять коли рожа криво это а еще это бывает как у нас часто бывает это дико нелепо потому что идет какой-нибудь фильм где фонтаном льется кровь друг друга люди убивают от рыба отрубает башки поэтому написано фильме демонстрируются сцены курение курение опасно для вашего здоровья ничего себе думаю а отрубание башки не опасно для вашего за опускание крови фонтаном не оба ну что за вообще по-моему это хрень какая-то и когда зачеркивает смотрю затуманивает бутылки сигарет сигарет им есть а что в руке это мне напоминает уже книгу которую я читал я уже при советской власти это все проходило да да а сейчас учет я вдруг опять а я это уже дежавю у меня понимаете а запрет на употребление в том числе и на сцене ненормативные лексики тоже плохо отношусь за запрету как таковой ненормативные лексики употребляете я то я употребляю но это тоже ничего не значит я просто к тому что это употребляет весь отечественный народ вообще есть конечно люди которые не употребляют это но таких все-таки очень немного а это вообще к сожалению характернейшая особенность народные речи причем любого ее социального уровня и слоя так говорят интеллигенты так говорят так сказать бомжи так говорят в армии так разговаривают школьники так разговаривают люди которые это запретил которые это запретили я против запретов запрет вот эти четыре любимых слова которые значит нельзя употреблять Всего 4 раз? Их 4, да. Их 4, я знаю, я был в общественной палате, сидел 2 года, и как раз насчет мата я выступал. И там регламент выступления был 5 или 6 минут. А я по поводу мата, мне разнесло на какую-то ураганную речь минут на 8 или 10. Но без употребления. Без употребления. Так вот, когда мне сказали, ну вы, конечно, мы не могли вас остановить, но вы так увлеченно говорили, я сказал, что если бы мне позволили употребить вот эти 4 слова, я уложился бы в 2 минуты. Лаконично это точно. Поэтому я отношусь к этому запрету, вот запрету, я отношусь плохо, как вообще вот подобного рода, запрет на слова, это, мне кажется, совсем не тот путь. Я сразу вспоминаю запреты на инструменты, запреты на виды музыки, на разные жанры, запреты, я помню очень хорошо, запрет на джаз, на рок-н-ролл, запрет на саксофон. Вот, понимаете, это все из этого набора. Нельзя этих слов употреблять. А как снимать фильмы документальные, понимаете? А как снять документальный фильм про армию? Про войну, да. Ну, что такое? Говорят, а раньше же обходились. Ну, понимаете, это не довод, потому что раньше обходились, скажем, и без рок-н-ролла. Ну, был при Моцарте, при Бетховене, обходились без... Ну, как только это был, это возникло, уже вспять дороги нет, уже человечество переступило, вообще вот этот Рубикон, скажем, нецензурной речи, человечество переступило, уже мировая культура переступила. Это уже в 20 веке, уже на этом, так сказать, это употребляли уже великие произведения. И в кино, и в театре, и в литературе это уже есть. Уже обратно затолкать эту, так сказать, это, понимаете, этого джина в бутылку уже невозможно, потому что уже это, это уже есть. А ограничения должны быть, надо предупреждать, кто-то это не терпит, абсолютно понимаю. И вообще ничего хорошего в этой речи, так сказать, в такой, ну, наверное, нет. Но просто... Кроме того, что вы отметили, кроме емкости... Ну, вообще, это же даже, ну, что вы, я вам скажу, я читаю современные отечественные пьесы. Вот есть замечательные, интересные фестивали, там, Любимовка, Евразия, ну, где вот современные отечественные драматурги как-то представляют свои пьесы. И вот все, что мне кажется по-настоящему интересным и талантливым, по-настоящему, как правило, оно не проходит по этому порогу. Как правило, там употребляется это, потому что это отражает нашу реальность, понимаете? А я опять думаю, это глупая борьба с зеркалами. Надо с этим бороться в жизни, а не на экране и на сцене. Если мы говорим уже про запреты, вот прочитал буквально на днях, что Ридли Скотт сейчас переснимает все те сцены, в которых был задействован Кевин Спейси. Вы знаете, что Кевин Спейси стал, ну, как бы, объектом расследования, сексуальное домогательство и прочее. Вы считаете, у нас, в современной России, возможно такое, что человек каким-то образом, ну, как это называется, попалился в сторону истории и будут переснимать с ним вот с этой сцены? Я в этом смысле считаю, что в нашей стране возможно все. Вот в этом смысле наша страна, может быть, самая богатая. То есть мы с Америкой здесь можем сравняться? Нет, вот то, что происходит в Америке, вот в этом смысле, мне жутко не нравится. Это, он замечательный, фантастический артист. И вдруг вот эта мещанская тема, вдруг, так сказать, вдруг она возобладала и вдруг это, так сказать, стало вообще предметом всяческих обсуждений каких-то таких. Мне очень неприятно это. Мне кажется, что самое главное, единственное, что важно, это то, что он замечательный артист. И то, что они там переснимают, и то, что они, по-моему, это глупость какая-то, и вообще позор просто. Позор и царь, так сказать, это такая победа, я думаю, временная. Какое-то мещанство над искусством, над вообще каким-то здравым смыслом, над чем-то таким очень настоящим. Гениальный артист просто. Что еще нужно? А то что-то вдруг узнали про его личную жизнь. Ну и что? Знаете, у Пушкина пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, В заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая Лира, душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Вот про это. Хотя я не считаю, что это какое-то, так сказать, прямо-прямо признание в каком-то ужасе. Ну, человек так ориентирован оказывается. Какая-то группа мещан и вообще людей, которые не вызывают у меня большого уважения, решили этим воспользоваться. Вот я к этому отношусь. Раз мы про Голливуд заговорили, очень известная история, что вы отказались в свое время от предложения Спилберга, от гонораров 17 миллионов долларов. Я так и не нашел нигде в ваших беседах рассказа о том, что это было конкретно, предложение. Это какая-то роль была? Я и сам не помню. А, то есть вы отказали? Нет, я отказался, даже не узнавая ничего подробнее. Просто у меня действительно были елки. Вот буквально у меня. Я не могу. Нет, у меня были не елки, если говорить уж совсем точно конкретно. У меня были просто целый ряд планов, таких для меня очень важных, интересных, которые интереснее этого не может ничего быть. Ну, конечно, он замечательный режиссер. Я обожаю его смотреть фильмы, там, все такое. Но у него свои радости, у меня свои. Мои радости нисколько не меньше, чем его, ей-богу. А то, что он хочет... Гонорар 17 миллионов долларов наверняка больше, чем... Это был аргумент, которым я мог давить на своего директора. И говорить, я от 17 миллионов отказался. Понимаете, как вы должны вообще меня любить? Но на самом деле ведь любопытно узнать, кто сыграл вместо Константина Райкина. Ничего я больше не знал, что себя нужно... Я же живой человек. Вы думаете, я не пожалел немножко про это? Конечно, пожалел. И узнавать подробнее, от чего все-таки я отказался. А каков, так сказать, на вкус этот пирог, этот торт, от которого я отказался? Расскажите, расскажите мне, как его есть? А кто же его все-таки съел вместо меня? Да, босс, не будет. Часто приходится жалеть, вот что-нибудь сделали, кому-нибудь что-то сказали, и потом жалеть? Ну, приходится. Приходится. Часто? Приходится. Знаете, как-то не думал надо. Ну, приходится. Когда, знаете, кто-то вот такой, как я, такому, как вы, дает интервью и говорит, то есть я имею в виду, знаете, какой-то идет у кого-то из моих коллег, с кем-то из ваших коллег, какой-то, знаете, какой-то разговор. И говорит он, я ни о чем в жизни не жалею. Да-да-да. Мне кажется, что это неправда. Это неправда. Это какая-то красивая фраза, которая за собой имеет совершенно очевидную для меня ложь. Ну, как это не жалеть ничего? Ты же считаешь, что ты абсолютно, так сказать, гладко, чисто. Понятно, что путь твой может быть в общем и целом тебе казаться правильным. Это другое дело. Но на этом пути ты совершаешь кучу ошибок. Ты совершаешь кучу оплошностей. Ты много раз спотыкаешься. Ты бываешь невнимателен. Ты бываешь груб к людям. Ты бываешь эгоцентричен, эгоистичен. Ты потом вслед думаешь, господи, зачем мне? Ну, это же нормально. Неужели у кого-то это бывает как-то уж по-другому? Меня тоже это всегда удивляет. Во второй части программы поговорим немного о семье. Хорошо. Знаете, часто это закономерно спрашивают вас о вашем звездном родителе. Знаю, что не любите эпитет звездный, но применительно к обоям Райкинам это, в общем-то, я считаю, что заслуженный эпитет. А вот про дочь вашу вы рассказываете немного, потому что не спрашивают или потому что вы считаете, что рассказывать нечего? Нет, ну рассказывать как раз есть чего. Расскажите. Она артистка сатирикона, она много играет, она преподает в высшей школе сценических искусств у меня на курсе, так как и моя жена, мы вообще, так сказать, в этом смысле хорошо устроились. Семейный подряд. И это такая, ну, вообще-то замечательно, что у нас семья, она занимается и актерством, и театром, и преподаванием. Вот. Она, с моей точки зрения, очень удачно преподает и результативно. Ее очень любят студенты. Ты студентов как бы не обманешь, они очень прозорливы и учуивают фальши, так сказать, какую-то и скуку, сразу учуивают и, так сказать, и скучают откровенно, когда скучно. С ней им не скучно, и они как-то очень проявляются сердечно и с интересом по отношению к ней. Она делает отрывки, спектакли, она с ними занимается, начиная от первых их дней, начиная с упражнений, она преподает. И она много играет. Играет она, ну, как сказать, не то, что уж больше других, но она играет много. Я в свое время, я ее стал приглашать в театр, и она заканчивала, так же, как и я, Щукинское училище. И я не ходил на ее показы, потому что я не люблю этой довольно пошлой ситуации, когда смотрят на папу, как он смотрит на дочку. Или когда вот у меня отец ходил в Щукинское училище, я тоже не любил очень эту ситуацию. Потому что все смотрят не на сцену, куда должны смотреть, а все смотрят на папу, который смотрит на сына. И как это вообще, это такая ситуация немножко для другой передачи, которую, я не знаю, понимаете ли вы про что я говорю, но есть такие передачи, которые я не люблю. Но вот, значит, вот это... И я поэтому не ходил в Щукинское училище, когда на показы моей дочки. Но мне, поскольку видео, так сказать, уже тогда вполне существовало, и мне приносили всякие, значит, видеозаписи, я довольно быстро стал понимать, что мне нравится, как она работает. И более того, в какой-то момент я стал понимать, начиная примерно с ее третьего курса, что мне такая артистка вообще в театр нужна была бы. И я ее пригласил, сказал вообще, слушай, мне... В какой-то момент, когда мне стало это как-то очевидно, после какой-то ее работы там, которую увидел на экране, я сказал, вот ты можешь... Вот имей в виду, что я бы тебя взял. И это на нее подействовало, как красная на быка. Она, в общем, она всеми силами старалась не попасть в этот театр, потому что она считала, что это все будут считать, что это по блату, там все такое. Совершенно такая же ситуация была у меня с папой, который меня когда-то пригласил. Волчика, поэтому и пошли. Да, ну, поэтому, не поэтому. Современник был мой любимый театр, да, да, в Москве. Я попал к своему счастью. У меня был выбор, между прочим, еще три театра. То есть, было четыре. Да, меня приглашали. И, ну, вот я пошел в Современник безоговорочно. Причем меня приглашал еще и Олег Николаевич, уже тогда, будучи в Амхате. Он приглашал и Юру Богатырева, и меня, и просто, я бы сказал, уговаривал пойти в Амхат. А мы тогда ему при всей нашей любви отказали и пошли все-таки в Современник. Так вот, вот подобная ситуация была и с Полиной. Она пошла в другой театр. Она пошла в другой театр, и я сказал, хорошо, ты идешь в другой театр. Но ты, я могу тебя пригласить на роль, тебя, артистку другого театра? Вот. Я ее пригласил на одну роль, на вторую, на третью. Она мне позволила себя пригласить на роли. Вообще, надо сказать, хорошо играла эти роли, будучи артисткой другого театра. И уже потом с помощью директора. Я сказал, я уже своего директора, Анатолия Алексеевича Полянкина, сказал, ну, Анатолий Алексеевич, она меня не слушает. Ну, давайте, она уже три спектакля здесь играет, три большущих роли. Ну, и он тогда уже, значит, как-то ее уговорил, и она соблаговолила прийти сюда артисткой. Что вы в Полине Константиновне видите от дедушки, от Аркадия Райкина? Есть что-то? Да, безусловно. Она вообще очень много важных черт. Она абсолютно верный, преданный человек. Она абсолютно верный друг. Это... А Райкин был так-таки... Папа был человеком с повышенным чувством справедливости. Это моя дочь унаследовала, так сказать, безоговорочно, в огромной степени. Она попала, будучи школьницей, в ситуацию, когда учительницу, которую она очень любила, как-то стали изгонять из коллектива преподавателей, школы. Она тогда была ученицей какого-то невысокого класса, то есть я имею в виду не восьмого, девятого, десятого, а вот какого-то пятого или шестого. И она оказалась одна против всего коллектива учеников, которых как-то, видимо, очень науськали, настроили родители. А потом и против коллектива учителей. И она ушла из школы вместе с этой учительницей в другую школу, куда она перешла. Это я знаю, что это для человека вот такого возраста, это невероятного мужества поступок. Я просто представляю себе, знаешь, только оказаться одному против коллектива, когда вот это стадное детское чувство, оно очень сильно. Когда ты понимаешь, что ты один, ты как бы диссидент в своем классе, ты один. Это ужасно, это невыносимо просто. Она эту ситуацию с честью пережила, прошла и ушла в другую школу. Понимаете, это для меня очень большое свидетельство того, что она очень, как вам сказать, она унаследовала лучшие качества нашей семьи. А вот я помню, вы рассказывали о своем системном, как мне кажется, конфликте с Гундаревой, что там вас сразу определило на какую-то, ну еще когда вы были сокурслены, на какую-то полочку. Ну это не конфликт был, это, так сказать, это были сложности, это были терки. Что вы вот занимаете какую-то позицию на определенной полочке, потом с трудом вас, ну как бы, на другую. Перемещало на другую. Вот вы Полину сразу поместили на какую-то полочку или она тоже у вас перемещается по этим полочкам? Ну, она у меня перемещается, потому что тут очень важно, когда ты не только работаешь с артистом, вот ты вот лично с ним работаешь, там вот, и тебе начинает казаться, что ты его знаешь, ну уже, так сказать, все его какие-то приемы, они у тебя как бы вот перед глазами, ты их знаешь наизусть. Это вообще заблуждение, потому что, если это по-настоящему талантливый артист, он у другого режиссера вдруг проявляет такие неожиданные для тебя качества, которые имеют глупость думать, что ты его знаешь наизусть. Это вообще колоссально очень часто встречающееся заблуждение, даже у вполне неглупых людей, к которым я себя отношу, понимаете, вот честно скажу. И вдруг моя дочь, которая сыграла там роль, она еще играет в нескольких театрах, при этом вот работая здесь. Я ее увидел в одном спектакле театра ДОК и подумал, вот я ее такой не знаю, я был удивлен и все такое. И вот, и вот понимаете, вот как вот. Это бывает вообще с артистами, которые попадают в другие руки, другие руки обязательно нужны вообще, понимаете. Вы, как-то рассказывая о том, что есть настоящий мужчина, такой, условно говоря, зачет описали, что он обязательно должен пройти через отказ, ну, от любимой женщины. Ну, в смысле, чтобы ему отказали и получить по лицу, причем желательно, чтобы там нос сломали. А для женщин есть такой зачет в вашей системе координат? Я не думал никогда даже. Женщина должна пройти через отказ. Ну, наверняка, наверняка что-то, наверное, есть. Я просто не думал, поскольку мужчины, так сказать, это люди более мне понятные. Может быть, я ошибаюсь, не знаю, но так. Хорошо, тогда расскажите, когда и при каких обстоятельствах нос сломали? Вы сказали, что это несколько раз было. Не шесть раз сломали. Это спорт был? Да, это был спорт, нет, это был спорт и пара драк. Это было и в школьное время, потому что я учился в спортивной школе, и вот там... А в спортивной школе вы по собственному желанию или по парам отправили? Да, да, да. В спортивной школе я учился у замечательного великого тренера Виктора Ильича Алексея. Это была такая в Ленинграде знаменитая легкоатлетическая школа «Зенит». Легкоатлетическая школа, которая могла... Вот только ученики этой школы могли на уровне целого государства, например, выигрывать у самых главных стран легкоатлетических мира. Вот эта одна школа по своим потрясающему количеству своих олимпийских чемпионов, вообще гениальных спортсменов могла выиграть аж даже у Америки, например. По такому букетное соревнование, по легкой атлетике. Это была гениальная совершенно школа, потрясающая. Я там был, ну, я был не из первых, но я был не из последних далеко. Потом я очень самолюбивый, и мне, так сказать, казалось, что я хотел быть чемпионом мира. И потом я бросил-то, потому что я понял, что я не буду чемпионом мира. А у меня были такие... Уровень притязаний у меня был гораздо выше моих возможностей. Понимаете? Но я все-таки несколько лет занимался просто как сумасшедший. И там вот было несколько таких случаев, таких рукоприкладств и моих, и ко мне. Но я никогда не начинал первым, надо сказать. А потом, это уже когда я был артистом, уже в современнике, во время гастролей уже попадал в разные... Кстати, мы про спорт заговорили. Как вы относитесь вот к этой ситуации, которая сейчас с нашей Олимпийской сборной, вообще к Олимпиаде? Я плохо, я очень сочувственно отношусь к спортсменам. Я очень сочувственно отношусь к спортсменам, потому что я знаю, что это такое, когда человек, так сказать, жизнь свою кладет, и это главная тема и смысл его жизни. До некоторой поры, во всяком случае, становится вообще и спорт, и какие-то достижения. А дальше я помолчу. Дальше я не буду. Ну, хорошо. Просто ведь здесь же, как бы тоже, так же, как мне кажется и в театре, вот в этой ситуации, спортсменам, там есть какой-то вот момент унижения. Ну, то, что они будут жить, наши спортсмены, в тюремном здании. Конечно, конечно. Вопрос такой. Реакция публики, ведь она очень значима для спортсменов. Я так понимаю, что когда свистят, там говорят, в театре, вот вас, как актера, может деморализовать ситуацию? Мне Хазанов рассказывал, что у него был период, там, в 90-х, когда он выходил на сцену, и ему свистели, говорили, уходи, надоел и прочее. Вы можете остаться на сцене, не взорваться и вот доиграть свою роль? Или вы поведетесь? Это такой большой вопрос и, в общем, вполне правильный, мне кажется. Вообще много похожего, вот я вам скажу, между спортом и театром, например. Тренировки, измирительные. Тренировки, потом командные виды спорта, например. И театр, театр, это же коллективный, это же команда. Это очень похоже. Это похоже, например, на тот же наш, так сказать, футбол. Я хотел, так сказать, какой-то... Без ругательства партиз, но не получилось. Да, 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 и поэтому я, так сказать, сделал какую-то просто купюру. Ну, это похоже на футбол, ну, вообще какие-то командные виды спорта. Это очень все похоже. И огромное значение имеет, конечно, реакция публики. Это да. Бывает, что очень трудно. Я, понимаете, у меня все-таки очень большая практика. Я работаю на сцене, ну, просто страшно сказать сколько. Я работаю, ну, около 50 лет. Это очень много, понимаете? Ну, вот, вот, вот. Да вот, вычисляйте. Я сделаю паузу. Давайте, такая счетная пауза, да. Победа, да, допустим. Вот, я вам говорю. Да, да, да. И у меня большая практика победы над собственным настроением. Вот, над самим собой здесь очень важно. Потому что, когда зрители не так, как тебе кажется, реагируют, это очень в большой степени зависит от тебя, как дальше себя повести. Потому что, например, на сцене раздражение никогда никому не идет на пользу. Когда ты начинаешь злиться и раздражаться, это очень, скажем, это отбирает обаяние, например. Это важнейшее качество вообще актерской индивидуальности, вообще актерского свойства, обаяния, степень притягательности. Не хорошенькость, а степень заразительности. Если начинаешь злиться, по-мелкому, вот, на какую-то не ту редакцию публики, ты становишься необаятельным. И это очень вредит, это очень разрушительное ощущение. Поэтому надо пытаться, даже в очень сложных ситуациях, сохранить, как сказать, гармоничное самоощущение и общие ощущения с залом. Это очень важно. Но бывает иногда некое хамство, так сказать, из зала. Ну, такое. Разговор по мобильному телефону? Ну, не-не-не. Это можно пережить. А еще как... Это можно. Это ничего хорошего. Да-да-да-да. Это, конечно, ничего хорошего нет. Это вообще невежливо по отношению к артистам. И к тем, кто сидит рядом тоже. Ну, конечно. Но главное, что артист со сцены, он видит в зале любое. Даже вот экранчик зажженный, когда снизу лицо подсвечивается. Во-первых, это страшное лицо. А потом сразу артист видит, что он там что-то выкладывается, а кто-то в это время занят просто посторонним делом. И это очень... Ну, это... Но это можно преодолеть. Я сейчас говорю про такие, ну, такие выпады. Какие-то реплики из зала какие-то, так сказать. Ну, это бывает редко. Но это все-таки бывает. Ну, когда какие-то вдруг такие... Ну, совсем хамские проявления. Вот тут бывает, конечно, очень сложно. И иногда надо реагировать. А бывает ровно наоборот, когда неожиданно публика реагирует, там смеется или аплодирует там, где, собственно, вы этого не ожидали. Соответствие определяется на первых же прогонах, так называемых, на первых зрительских репетициях. Когда идет, ну, условно говоря, какая-то генеральная репетиция, какие-то предпремьерные прогоны со зрителями. Вот здесь выверяются. Вот здесь могут быть иногда неожиданности. Дальше практически неожиданности не бывает. Хорошо сделанный спектакль – это спектакль, где все учтено. Где сделано так, что зрители идут за актерами, за происходящим на сцене. И в стоя иной степенью кто-то где-то громче, где-то тише, где-то аплодисментов больше, где-то смеху больше. Это вот разные числа спектакля. Ну, как бы одно и то же название, но в разные дни бывают разные зрители. Вот их разность определяется только этим. А то, что вдруг они должны были заплакать, а они вдруг смеются, вот этого нет. Это на хорошо сделанном спектакле не бывает. Там все уже отлажено. Там отношения со зрительным залом так притерты, так учтены. Это бывает прекрасно, когда это… Вот зритель сам не понимает, до какой степени он участник происходящего. И как его реакции точно как в пазлы входят во все выемки и выпуклости, так сказать, спектакля. Понимаете, это бывает прекрасно совершенно. А вот вы иногда, бывает, что после спектакля себя корите, надо было сделать по-другому? Да, да. Это часто? Ну, довольно часто я бываю недоволен. С собой или коллективом? С собой и коллективом. Это бывает очень взаимосвязанно. Потому что, ну, это довольно редко бывает. Вот я играл молодец хорошо, а другие играли плохо. Но это, если так происходит, это что-то тут не так. Обычно это бывает очень взаимосвязанно. Обычно мы все бываем нехороши или хороши тоже все вместе. Понимаете? А, ну и в качестве кода спрошу. Мы начали с журналистских вопросов, и поэтому финишируем тоже. Был ли такой вопрос, который вы ожидали сегодня, и он не прозвучал? Тогда давайте я его задам. Вы знаете, я как-то так, я бы сказал, непосредственно и по-живому как-то стараюсь с вами общаться. У вас по-живому не бывает? Нет, ну почему? У нас один раз, я помню, когда несколько лет назад у нас, с моей точки зрения, как-то не задалась наша беседа. Не потому что это было не по-живому, а потому что по-живому как-то не по тому руслу пошло. По-моему, так мне кажется. А сегодня, мне кажется, это по-другому как-то, по тому руслу. Ну, может, я ошибаюсь, не знаю. Короче говоря, не успеваю подумать про то, какой бы вопрос я еще хотел услышать. Тем более, что я вообще-то уставший сижу. И у меня еще сегодня вечером спектакль впереди. Понимаете, вместо того, чтобы сейчас поспать перед спектаклем, я вот, знаете, веду эти разговоры. Намек я понял, я хочу просто пожелать, чтобы это была не последняя наша встреча. Как сейчас принято говорить, не крайняя. Ой-ой-ой, я не люблю эти. Тоже раздражает, да. Терпеть этого не могу. Вот, и чтобы получалось, и у меня, и главное, у вас все. Спасибо вам большое. Спасибо.